Мы хотим начать именно с вопроса. Поднимите руки, пожалуйста. Кто хоть раз за время обучения на модератора думал о сексе? А у кого был секс? Отлично. Я думаю, что будущее ещё не потеряно. Кто-то делает форсайт на английском языке, кто-то на русском. А мы сделали форсайт, который понятен на языке из любой точки мира. Мы взяли на себя смелость рассмотреть такой интимный вопрос, как секс, сексуальность в рамках шестого технологического уклада. И насколько сильно повлияет это на транснациональные компании. Итак, у нас получился следующий образ будущего. Мы посмотрели на две темы. Какие-то темы мы законсервировали, а какие-то темы совершенно сделали революционными. Итак, консервация. Мы-то подумали, что будут специальные сообщества таких староверов, амишей, где будут культивироваться все ценности, которые ценны и сейчас. Правда, возник такой вопрос. Что будет с фармацевтикой? Ведь люди... задавался вопрос. Люди становятся старше, они могут заниматься смыслами. Наши люди будут принимать определённые препараты, и у женщин, которые будут жить в этих поселениях, никогда не будет болеть голова. Конечно, тем самым мы будем защищать всё население. Если мы говорим об изменениях, то будут и другие люди, которые выбирают совершенно революционный путь, и здесь будет массовый секс виртуальной реальности, возможность попробовать всё, семьи, киборги, дети из инкубаторов и создание того самого аватара, о котором вы, возможно, слышали уже. Итак, продравшись через дебри этих страшных, пугающих, будоражащих образов, в группе естественным образом родились две тенденции. С одной стороны, желание законсервировать текущую ситуацию и защититься от этого наезжающего на нас, пугающего во многом будущего. С другой стороны, желание оставить себе лазейку, пользоваться этими технологиями для получения удовольствия время от времени. С точки зрения консервации было предложено, и это уже наши ставки и точки роста, предложено поставить железобетонный законодательный запрет на доступ к интимной информации о человеке без его разрешения. Это ответ на тренд, что всё станет прозрачно. С другой стороны, повышенные требования к подготовке детей, прежде чем они получат доступ к сексуальной информации, а именно прохождение специального теста на морально-нравственную зрелость, прежде чем ты получишь этот доступ. А если ты не можешь пройти, то ты идёшь в школу юных сексонавтов. Далее, если нам не удаётся защититься от наезжающего на нас этого будущего, то мы хотим создать зоны, свободные от наплыва секс-технологий и, возможно, зоны вообще свободные от сейса. При секс-зону. Тем не менее, мы хотим и оставить себе лазейку выхода из консервации. Что мы хотим? Во-первых, зоны, где возможно всё. Если мы составим законодательный запрет, ограничивают, возможно, всё. И аватар секс-аватар. Спасибо. Володя, и вот там. Раз, раз. Меня зовут Владимир, я хотел узнать, в чём всё-таки проект развития? Я, если честно, его не увидел, очень надеялся. Насладкая. Секс-аватар – это проект развития. Это то направление, та ставка, которая зажгла практически всех участников группы. У нас родилась целая серия действий, которые мы предлагаем совершить. Во-первых, прямо сейчас направить большие бюджетные средства, лоббировать направление больших бюджетных средств на разработку секс-аватара. Во-вторых, заниматься непосредственно этой технологией. В-третьих, лицензировать секс-аватар. В-четвёртых, аватар-шеринг и так далее. Вот секс-аватар – это то, что зажгло всю группу. С одной стороны, группа говорила, не хотим этого будущего, с другой стороны, говорила, очень хотим секс-аватара, чтобы время от времени выходить в это будущее. Максим, в кулуарах, тут же говорили, все это в кулуарах, обсуждаем. А от этого секса дети будут? Будут. Стоп. Здесь огромные дети лежат. Спасибо огромное. Тем, кто возбуждающие, я смотрю, да? Нормально? В кулуарах коллеги готовы в индивидуально-массовых консультациях. Помогите, Настя.